Неординарный дипломат Во многом те уникальные отношения России и Южной Осетии – результат работы Эльбруса Канекоевича с его юго-осетинскими коллегами. Его работа на должности посла стала надежным ориентиром для следующих поколений российских дипломатов в Цхинвале. Эльбрус Канекоевич был первым послом в Южной Осетии. Фактически он заложил основу российского посольства в республике. Он был дружелюбным, талантливым, интеллигентность была у него в крови. Будучи послом, Эльбрус Каргиев установил тесные дружеские отношения не только с официальными лицами Южной Осетии, а практически со всем населением республики. Он, как осетин, очень гордился, что именно его назначили первым чрезвычайным и полномочным послом России в Южной Осетии. Благодаря его усилиям и усилиям МИД Южной Осетии в республике сформировались основы тех дружеских и партнерских отношений, которые существуют между нашими странами. Очень жаль, что он так рано ушел из жизни. Профессиональные качества дипломата органично сочетались с душевной добротой, чуткостью и теплым отношением к людям. Преданность интересам страны и жизненная мудрость снискали Эльбрусу Коняковичу авторитет и искреннее уважение. Эльбрус Каргев запомнится как интеллектуал и высокий профессионал, светлый человек и большой патриот России и Осетии. Он возглавил дипломатическую миссию вскоре после признания Российской Федерации независимости Южной Осетии в 2008 году. Это были непростые, порой тяжелые послевоенные времена. Была проделана громадная работа по становлению и организации работы первой дипломатической миссии в Цхенвале. Всегда трудно быть первым, особенно в нашей сфере деятельности, когда на тебе лежит огромная ответственность перед страной. Но это и большая честь быть первым чрезвычайным и полномочным послом своей страны. Нам будет очень не хватать Эльбруса Коняковича. В Южной Осетии в лице Эльбруса Коняковича видели не просто посла великой страны. Несмотря на высокую дипломатическую должность, он принимал активное участие в жизни республики и народ Южной Осетии отвечал ему тем же. Так необычно для дипломата, его знали многие в Южной Осетии. К нему одинаково с симпатией относились как представители интеллигенции, так и простые люди. Его добрая харизма и честность подкупала и вызывала искреннее уважение. Для каждого из нас он стал близким, родным человеком. Вечная память. Субтитры создавал DimaTorzok